27 января исполнилось 73 года со дня снятия блокады Ленинграда. Этой дате в музее посвятили встречу с Розой Сидоровной Ручкиной. Женщина пережила блокаду, тогда ей было всего 10 лет, но забыть страшное время она не смогла. Этот урок истории посетили ученики 8 класса первой школы. Нету света, нету тепла, нету продуктов. Объединялись в квартире, где топилась буржуйка. Рубили мебель, этим обогревались и кипятили воду, пили как чай. Папа работал на Кировском заводе, как показывали, танки ремонтировал после бомбежки. И потом он шел с работы, как и по дороге умер. Ну, нам пришли, сказали, что он умер, и мы побежали, и у него обнаружили в кармане баночку с гречкой, которую он нес. Нам. Простите. Ряд мероприятий приурочен знаменательным датам в истории нашего Отечества. И в том числе сегодня наше мероприятие, оно посвящено 73-й годовщине полного освобождения города Ленинграда, снятие блокады немецко-фашистских войск, советскими войсками, освобождение советскими войсками города Ленинграда. Беседа с блокадницей, кадры кинохроники. Школьники смогли прочувствовать ужас, который испытали мирные жители Ленинграда в годы блокады. Бомбардировки, голод, смерть близких. Маленькая Роза была эвакуирована и привезена в станицу Лобинску. С тех пор и живет здесь. Наши знания об этой блокаде пополнились. Это было очень интересно, очень грустно. Осознавать, как жили тогда люди. И я должна рассказать это всем, чтобы все знали, берегли свою жизнь, своих родственников. И не выкидывали просто так хлеб, берегли каждую крошку. Меня впечатлило то, что она это все прожила, все это с детства, она это все прожила. И сейчас она это берет и делится с нами. А почему нужно делиться с вами? Ну, чтобы мы знали, как это было, как это все происходило, как это все было, чтобы мы это более-менее представляли. Было очень тяжело людям, очень было страшно. Много людей умирали, погибали очень много, не хватало ни еды, ни пищи. Тяжело было очень сильно людям. Эта встреча, организованная в день снятия блокады Ленинграда, прошла в рамках военно-патриотического месячника. Такие мероприятия, которые выходят за формат школьного урока, надолго остаются в памяти детей, влияют на формирование патриотических чувств, воспитывают уважение к старшему поколению.